МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ новости. В студии Айнур Мирханова сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В начале выпуска коротко о самом главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть проблема, но нет пути решения. Дебаты в праймерис по городскому списку горячие, но сырые. Терпение и труд, уважение и почет. Человек труда Култайка Абдулданова – настоящая героиня битв за урожай. Источник знаний. Литературный фонд к 175-летию со дня рождения Абая пополнился новыми произведениями. Жаркие дебаты между участниками праймерис прошли в Талдыкурганском городском филиале Нур-Отан. Шесть кандидатов выступились перед выборной речью, затронув самые актуальные социальные, образовательные и экологические темы, подняв вопрос дальнейшего развития молодежной политики региона. Уложиться в отведенное время оказалось довольно сложно, но кандидаты выполнили максимум, чтобы успеть дать развернутые ответы на вопросы однопартидцев. Однако большинству из них не хватило красноречия о владении информацией в полном объеме. Лично оценить программу каждого участника прибыл председатель областного филиала партии Нур-Отан Акималматинской области Амандык Баталов. Внимательно оценив ход дебатов, он поделился своим опытом с однопартидцами. Вы поднимаете многие важные вопросы, однако не предлагаете конкретных методов для решения этих задач. Нельзя просто выставить тему на обсуждение. У вас должен быть конкретный план, который будет способствовать решению озвученных проблем. По мнению наблюдателей, дебаты дали возможность кандидатам, особенно впервые принимающим участие в подобной кампании, испытать себя на прочность. Вместе с тем, с учетом замечаний, правильно сформулировать свою предвыборную платформу, которая послужит не только выборной программой, но и руководством к действию в случае избрания этих лиц депутатами по партийному списку. А также акцентировать внимание на определенных данных, статистике, показателях, касающихся озвучиваемого вопроса. Время еще есть, а соответственно у каждого участника дебатов есть возможность более детально проработать свою стратегию по дальнейшему участию в праймеризе. Амадык Баталов в качестве председателя областного филиала партии наряду с несколькими рекомендациями пожелал успехов однопартицам. В целом мне понравилось. Желаю вам всем удачи. Я пришел сюда, чтобы послушать ваши выступления и хотел бы, чтобы у нас было больше времени на проведение дебатов. Все вы поднимаете важные темы, но еще есть над чем работать. Помните, депутатами должны становиться только лучшие из лучших. Трудоустройство маргинальной молодежи, проблемы электрификации и водоснабжения села, повышение качества интернета и поддержка отечественных предпринимателей. Кандидаты праймериза от Искельдинского района озвучили свои программы в предвыборных прениях. Публичные дебаты стартовали 17 сентября и продлятся неделю. Напомним, праймериз проводится впервые в Казахстане по инициативе первого президента. На сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано 1064 кандидата, в их числе и 42 претендента от Искельдинского района. Это педагоги, предприниматели, молодежные лидеры и другие. Все они выступают собственной платформой максимального улучшения жизни населения и решения актуальных проблем. Участники представляют предвыборную программу партии Мур-Утан, послание президента республики Казахстан. И, естественно, каждый кандидат представляет согласно своего графика, согласно своей предвыборной программе свою фишку. То есть врачи, вопросы здравоохранения, учителя образования. Выявить лидеров среди наших партийцев, достойных людей выявить, чтобы они завтра представляли наших партийцев, народ на разных уровнях, в Маслехатах, Мажелесах. 78 человек от Ильейского района участники праймери из партии Мур-Утан. В этом году в предварительном отборе представители абсолютно разных категорий населения. В их числе предприниматель, глава крестьянского хозяйства Бану Тимимебаева. Основной упор своей предвыборной кампании женщина делает на оказании социальной помощи и вопросы экономического статуса женщин. По ее словам, страна на верном пути к принципу гендерного равенства. Но женщины все еще сталкиваются с проблемами при устройстве на работу и карьерном росте. Также, по мнению кандидата, внимание требует привлечения узких специалистов в медицину и образование, создания качественных условий для их переезда. Бану Тимимебаева вот уже 57 лет проживает в Ащебулакском сельском округе Ильейского района и занимается крестьянским хозяйством. Кандидат уверена, что знает, какие нужды испытывают сельчане и в случае победы готова сразу приступить к реализации своих идей. Я сегодня хочу быть представителем от власти для всех наших женщин округа. Потому что наши женщины сейчас все, знаете, в образовании. Это врачи, это предприниматели, это продавцы, парикмахер. Очень много проблем для женщин в нашем селе, поэтому я хочу содействовать благосостоянию своего народа. Мне это не безразлично. И я знаю все проблемы нашего аула. Конечно, я хочу, чтобы наши мамы, женщины возвращались домой по хорошей, качественной дороге. Придя домой, чтобы было тепло, свет, вода и качественный наше время интернет. Я думаю, что сейчас время не так просто сидеть и не для просто значка или для красного словца. Пришло время действовать во благо народа. Создание благоприятного инвестиционного климата в Казахстане – одно из приоритетных направлений в развитии экономики. И, как поручил в ходе заседания правительства глава Кабмина Аскар Мамин, создать базу для крупных капиталовложений, необходимых в каждом регионе страны. В Алматинской области реализуется 469 инвестпроектов на 4 триллиона 900 миллиардов тенге. 279 из них обеспечивают постоянный поток инвестиций в регион. Как заявило руководство области, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году планируется введение 72 проектов. Отмечаются два особых крупных объекта. Первый – это строительство мясоперерабатывающего комплекса «Бауман», который будет способен обеспечивать рынок 30 тысячами тонной мясной продукции в год. И на данный момент ведется разработка ПСД. На работу выделено 70 гектаров земли. И второй мясокомбинат – «Тайсанфуд». Согласно информации, на предприятии планируется создать около 20 тысяч рабочих мест. Мощность переработки составит 2000 голов КРС в день. В целом, в Алматинской области создан благоприятный инвестиционный климат. Алматинская область привлекательна для инвесторов. То есть, постоянно к нам приходят новые проекты, они меняются, появляются. Наша главная задача нашего управления совместно с региональным центром развития Алматинской области эти проекты сопровождать, их не терять. То есть, показываем им возможные варианты земельных участков. Объем инвестиций, который мы ожидаем в этом году, будет 711 миллиардов тенге. С значительным ростом мы работаем, согласно меморандуму, между Алматинской области и премьер-министром. На 25% снизилось количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажных домов. Методами профилактической работы в этом направлении поделились участники сегодняшнего брифинга из Управления по чрезвычайным ситуациям города Таллы-Курган. По словам спикеров, сотрудничество с образовательными учреждениями и родителями несовершеннолетних дало положительный результат. Связь с ними поддерживается посредством платформы Zoom и WhatsApp-мессенджера. Положительная динамика отмечается и в работе по противопожарной безопасности. В этом году число возгораний по сравнению с предыдущим периодом сократилось на 47%. В значительной мере это содействовали комплексные профилактические меры. Так, наряду с установкой датчиков дыма сотрудниками управления ведется инструктаж жителей города о мерах безопасности, а также адресные обходы граждан из социально уязвимых слоев населения. Благодаря сотрудничеству с управлением образованием мы через приложение Zoom производим онлайн-тренинги с родителями, учениками. За текущий год у нас зарегистрировано два случая выпадения из окон. В сравнении с аналогичным периодом у нас идет снижение на 25%. Это отопительный период. У нас наблюдается снижение на 47% или на 21 случай пожара в жилом секторе. Идет снижение по отравлению угарным газом. В Петропавловске двухэтажный дом разваливается на глазах. Стены в трещинах, кирпичи падают, а потолки обсыпаются. Жители просят обследовать их жилье на предмет аварийности, чтобы знать, безопасно ли тут жить. Деревянный дом был построен в 1951 году. И с тех пор там не было капитального ремонта. Зимой дует изо всех щелей, при сильных морозах вода в трубах замерзает. Приходится отогревать феном, говорят жильцы. Пол скрипит, доски давно прогнили. В Акимате отметили сносить эту двухэтажку, пока не планируют. А чтобы признать ее аварийной, нужно провести полное техническое обследование. В Костанайе задержанный совершил побег из патрульного авто. Все случилось на перекрестке, когда автозак остановился на красный свет. Видео курьезного побега разошлось по соцсетям. Выйдя из автозака, мужчина махнул рукой и удалился. Сопровождающие его сотрудники полиции почти сразу заметили его отсутствие. Тут же поймали и отвезли в отрезвитель. Куда изначально и везли за мелкое хулиганство в пьяном виде. Полицейских, не закрывших плотную дверь авто, привлекли к административной ответственности. Казахстанская певица Данелия Тулешева выступила в финале мирового шоу «Америка ищет таланты». 14-летняя казахстанка исполнила песню «See a life». Голосование будет проходить в течение суток, результаты которого объявят завтра, 24 сентября. В финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых вокалисты разного возраста. Отметим, что по результатам зрительского голосования, проходившего в США, казахстанка оказалась в числе фаворитов. Железная леди. Именно так можно назвать Култай Кабдулданову. Она – женщина-тракторист, которая еще полвека назад села за руль и более чем за 25 лет трудовой деятельности отпахала не одну тысячу гектаров земли. Култай Апа родилась в 1934 году в селе Куйбыш, ныне Каблиса. В 21 год она вышла замуж и родила четверых детей. К сожалению, после 9 лет брака ее супруг скоропостижно скончался. Как утверждает Култай Апа, он был единственным ребенком в семье. И на хрупкие плечи молодой женщины легла забота не только о своих детях, но и его родителях. В 1963 году по неволе я села за руль трактора. Нужно было кормить семью. Сказала свекру, что чем быть дояркой, лучше пойду водить машину. Конечно, они боялись за меня, но в итоге я их уговорила. Они стали смотреть за хозяйством, заботиться о детях, а я с утра до вечера пахала на поле. Получив благословение взрослых, молодая девушка стала одной из немногих женщин-механизаторов в районе. По рассказу Култай Апа, за 25 лет стажа на ее жизненном пути было немало трудностей. Но отважная девушка никогда не унывала. Как вспоминает трактористка во время пахоты, если поднимался ветер, землей забивались рот, нос, глаза. Фару трактора не было. Сзади стоял помощник, который фонарем освещал путь. Култай Апа работала честно, добросовестно и с душой. В 1972 году за самоотверженный труд и высокие показатели в уборке она была удостоена Ордена Красного Знамени. В 1977 году получила Орден Знак Почета и уже через два года она стала кавалером самой высшей государственной награды СССР Орден Ленина. Мама для нас была и матерью, и отцом. Я росла одна среди братьев. И несмотря на свою хрупкость, мальчикам она привила сильный мужской нрав. Я даже не знаю, как она не уставала. Но как-то она уехала на поле на целый месяц. И по рассказам бабушки, перед отъездом за одну ночь испекла нам 25 буханок хлеба. Бабушка и дедушка всегда гордились ею. Сейчас она сама счастливая бабушка более 20 внуков. Култай Апа всегда по жизни шла на передовых. Несколько лет подряд она становилась победителем социалистических соревнований женщин-механизаторов. На поле каждый год отпахивала на несколько сотен гектаров больше плановых. И в 1980 году постановлением Облсельхозуправления и Обкома профсоюза работников сельского хозяйства за выдающиеся успехи в труде и досрочное выполнение заданий награждена знаком «Ударник десятой пятилетки». Стоит отметить, несколько лет назад ее труды были отмечены и руководством Куксузского района. Култай Апа подарили квартиру в центре поселка Балпыкби. Но самая главная награда – это внимание, признание и уважение земляков, говорит человек труда. Мемориальную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны общественного деятеля Алматинской области Наукена Суанбаева открыли в Талдукургане. Ее установили в микрорайоне Гарышкер на фасаде многоквартирного жилого дома, в котором последние годы жил Наукен Суанбаев. Это уже третья по счету мемориальная доска, установленная в Талдукургане в честь почетных граждан, принимавших активное участие в жизни своего края. Ее презентация планировалась ко дню победы, но из-за пандемии мероприятие перенесли. В церемонии открытия участвовали родственники, соседи и сослуживцы Наукена Суанбаева. Отметим, инициатива увековечения памяти принадлежит Совету ветеранов, которую поддержал Акимат Талдукургана. Всего по городу будет установлено 28 мемориальных досок. Дети, внуки, правнуки будут гордиться своим дедом, прадедом. Не зря он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Три раза был удостоен. Орден Дружбы Народов у него имеется. Еще орден Великой Отечественной войны второй степени. В своей бытности был удостоен, значит, заслуженный работник сельского хозяйства, отличник народного образования. Это редко кому удавалось. Бесценное наследие. В семье состоялась торжественная презентация книги Адамзаттын Абая. Мероприятие приурочено к 175-летию казахского поэта и мыслителя Абая. В произведении собраны стихи 70 лучших акенов ЖТСУ, посвященных достойному сыну Великих Степей. Сборник вышел в свет при поддержке Акимата Алматинской области. Абай – личность мирового масштаба. Труды как самого казахского поэта, так и посвященные ему распространились по всему земному шару. Но больше всего произведений собрано на родине основоположника казахской письменной литературы – семьи в стенах Восточно-казахстанской областной библиотеки имени Абая. У нас имеется порядка 4,5 тысяч книг, которые читал сам Абай. Его личные труды и произведения, написанные о нём. Хотелось бы отметить, что у нас есть уникальные старинные книги, которые великий казахский поэт держал в руках. Мы очень рады, что они сохранились до наших дней. Это поистине народное достояние. Всего в книжном фонде библиотеки на данный момент насчитывается более 370 тысяч произведений. В этом году книжный фонд библиотеки стал богаче. В честь 175-летия Абая из всех регионов республики сюда везут произведения, посвящённые великому поэту и мыслителю. Внесла свой вклад в увековечивание имени основоположника казахской письменной литературы и культурной общественности ЖТСУ. В стенах библиотеки делегация из Алматинской области презентовала книгу «Адамзатны Абая». В ней собраны стихи 70 лучших акынов нашего региона, посвящённые Абаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта книга стала большим вкладом в увековечивание имени нашего дающегося предка «Абай – гордость нации» и мы должны чтить и пропагандировать его труды. Сборник «Адамзатны Абай» внесёт свой вклад в развитие отечественного Абайевидения. Все эти произведения дадут возможность раскрыть уникальность философских взглядов мыслителя. Я думаю, она станет основной для формирования нового поколения отечественных поэтов. Спасибо большое всем жителям Алматинской области за такой бесценный подарок. Всего тираж книги составляет тысяча экземпляров. 300 из них передано Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени Абая. Оставшиеся произведения распределят по библиотекам Алматинской области. Ануар Амангельдинов, Медеджумабай, Жек Курмамбаев, телеканал «Житсу». Британские банки не смогут обслуживать британцев, живущих и работающих в Евросоюзе. Крупнейшие финансовые организации Королевства рассылаются отечественникам тысячи уведомлений о том, что они потеряют свои счета в течение ближайших недель. 31 декабря закончится переходный период Брексита, и британские банки лишатся общеевропейской лицензии, права предоставлять финансовые услуги на континенте. В частности, этот факт уже подтвердили в Национальном банке Нидерландов. Формат же новых отношений Великобритании с Евросоюзом до сих пор не определен. Если ситуация не изменится, банкам придется договариваться с каждым государством ЕС по отдельности. В некоторых странах клиентская база слишком мала, чтобы затраты на это окупились. При этом Лондон, в отличие от ЕС, уже принял постановление, по которому европейские банки смогут беспрепятственно продолжить работу на территории Королевства. Компания Airbus представила в понедельник три прототипа самолетов с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Их коммерческое производство должно начаться в 2035 году. Один из крупнейших мировых авиастроителей заявил, что выпуск лайнера с водородным двигателем для него теперь стратегическое направление. Первый прототип классических очертаний с турбореактивным двигателем. Он будет вмещать от 120 до 200 пассажиров. Дальность его полета более 3500 километров. Второй прототип – это региональный турбовинтовой самолет, который сможет перевозить до 100 пассажиров на расстоянии в 1800 километров. Ну а третий обозреватель уже назвали «летающим крылом». Именно здесь будут размещаться резервуары для хранения водорода. Французская полиция задержала двух человек в рамках расследования, начатого по подозрению в применении допинга командой «Аркея Самсик» в ходе многодневной велогонки «Тур-де-Франс». Подчеркивается, что дело связано с введением или назначением медицинского вещества, запрещенного во время спортивного мероприятия. Как отмечается в ходе обысков, в личных вещах подозреваемых были обнаружены лекарства и инструменты, благодаря которым возможно нарушение антидопинговых правил. Международный союз велосипедистов сообщил, что приветствует и поддерживает действия всех органов власти, участвующих в этой операции. Битва интеллектуалов онлайн. Необычный турнир прошел в стенах Житцузского государственного университета. Более 20 студентов вуза и недавно открывшегося колледжа оспаривали пальму первенства в древней математической и логической игре «Толуск-Малак». Состязание направлено на пропаганду национальных видов спорта и возрождение древних казахских традиций. Необычайно оно стало, поскольку проведена была в онлайн-режиме через специальную программу, а судейская коллегия напрямую получала результаты каждого хода спортсменов. Спортивные и интеллектуальные состязания руководство вуза проводит систематически, поскольку общение вне лекций и занятий не только придает большому коллективу корпоративный дух, но и помогает студентам учиться коммуникабельности и умению взаимодействовать в социуме. Этим видом спорта занимаюсь уже более пяти лет, являюсь кандидатом в мастера спорта. По моему мнению, «Толуск-Малак» – это одна из наилучших национальных игр, так как она развивает мышление и логику, а также математическое мышление. Это были все новости к этому часу, а я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok